Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Шахадатса Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова с вами поговорим о том, что важно. Уже третий год, как вступительные экзамены в ВУЗе Таджикистана проводятся в Национальном центре тестирования. Обеспечение безопасности, проведение экзаменов, а также ликвидация коррупции были главным условием создания центра в 2013 году. Это был серьезный шаг по пути к реформам в системе образования. И казалось, что ситуация изменится. Однако новая система экзаменов имеет свои недостатки. В проблеме разбирался Сафарбеки Халил. Абитуриенты, которых мы встретили у Национального центра тестирования, жалуются на некачественную работу сотрудников, которые затягивают решение их проблем. Многие приезжают из отдаленных регионов страны и не имеют возможности жить в Душамбе. А в центре не торопятся своевременно ответить на их вопросы. Саид Билол Полудов приехал из Рашской долины. Он мечтает стать врачом. Я приехал сюда из Рашской долины, чтобы получить приглашение. Свои документы мы сдали еще в апреле на пятый кластер, то есть на специальность врач. Я верю, что весь процесс пройдет прозрачно. Желающие могут поступить в 33 ВУЗа, действующих в стране и 25 колледжей. Медицинский университет в Таджикистане традиционно занимает лидирующие позиции среди ВУЗов страны. Негора пока не разобралась в кластерах в категориях, куда входит ее будущая специальность, но уверена точно, что хочет стать медработником. Я из Душамбе подала документы на четвертый кластер в медицинский университет. Я выбрала 10 специальностей, все они по медицине. Сейчас готовлюсь. В Национальном центре тестирования призывают студентов и их родителей быть бдительными и не прибегать к услугам посредников. Там уверяют, что на всех этапах обеспечивается прозрачность и справедливость проведения экзаменов и приема студентов. Знания и навыки абитуриентов оцениваются объективно. Тем временем Шукурджон Зухуров, председатель Нижней палаты парламента Маджлиси Намуэндагон, подверг критике работу Национального центра тестирования, призвал руководство центра работать более объективно, чтобы завоевать доверие людей. Установите телефон горячей линии. Надо послушать, что говорит народ. Как дети сдавали тест. Некоторые не верят в количество баллов. Говорят, что они хорошо сдали экзамен. Почему у меня такие низкие баллы? Они должны сами увидеть, почему так получилось. Некоторые говорят, что мы получили достаточно баллов, однако вузы прошли другие. Появляется такого рода разговоры. Надо отнестись к этому вопросу очень серьезно. Надо поддерживать тех абитуриентов, у кого есть способности. Депутаты Нижней палаты Таджикского парламента взяли под наблюдение работу Национального центра тестирования Киомеддин Миралиев, представитель Комитета по образованию, культуре и молодежной политики парламента, отмечают, что главной целью организации единого центра было продвижение доступа к образованию и улучшению его качества. Процесс принятия документов абитуриентов и отношения к ним со стороны соответствующих субъектов должен быть под пристальным надзором. На настоящий момент работа продолжается. Предусмотрено внедрить определенный порядок обращений граждан. С возникновением проблемы нам необходимо молниеносно отреагировать на тот или иной вопрос. В нынешнем году зафиксировано на 10 тысяч абитуриентов больше, чем в прошлом году. И этот рост является показателем доверия к центру, говорит Абдувасид Юлдошев, заместитель директора Национального центра тестирования при президенте Республики Таджикистан. По официальным данным число абитуриентов, которые сдавали экзамен в едином центре в нынешнем году составило 83 597 человек. В прошлом году этот показатель достигал 72 735 человек. Одна из причин уменьшения доверия к Национальному центру тестирования – это распространение различных слухов со стороны людей, которые хотят ввести в заблуждение абитуриентов. По словам Абдувасида Юлдошева, анализ зарегистрированных обращений показывает, что большинство молодых людей в Таджикистане стремится стать юристами или врачами. Общее число заявителей на четвертую категорию по специальности социология и юриспруденция составляет порядка 224% от общего плана принятия в этой категории и число абитуриентов на пятую категорию специальности – это медицина, биология и спорт – составляет 214%. Надо отметить, что на первую категорию – это технические специальности – зарегистрировано самое меньшее количество желающих, что составляет 94,7% от общего плана принятия абитуриентов в этой категории. Интересно, что многие специальности, которые оказались в списке аутсайдеров, такие как прикладная математика, природоохранная деятельность, педагогика, строительство, сельское хозяйство, автоматизация, пищевая промышленность, очень востребованы на рынке труда, но почему-то их обошли вниманием абитуриенты. Они пока в ожидании окончательных результатов. Родителям и выпускникам школ остается лишь уповать на прозрачность в работе Национального центра тестирования, который стал основным звеном в национальной системе оценки знаний. Репортаж подготовил Сафарбеки Халил Душанбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-10-11. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.asia. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова